Вы знаете, мне кажется, что легендарность этого момента, наша Джулия, да что там Джулия, я сама осознавать начинаю только сейчас, постепенно, потихоньку, я даже, чтобы понимали, я поставила игру на паузу, я два раза подряд сохранилась, потому что я сомневаюсь, что если, о боже упаси, там у меня, допустим, вылетит игра, я сомневаюсь, что второй раз случится такое, что Гвен придёт на этот участок. В общем-то, я просто обалдеваю от того, что сейчас происходит, я думаю, с Джулией сейчас происходит то же самое, это вроде как и радость, но в то же время это понятие и принятие того, что происходит, лишь постепенное, потому что, по сути, вообще, давайте вспомним, что вообще произошло, и давайте сейчас подумаем, что сейчас вообще происходит. Наша Джулия сейчас разговаривает с человеком, которого вообще, по сути, быть-то и не должно вот так вот быть в живых, то есть эта девушка умерла очень много лет назад. Гвен умерла в 19 лет. Маршалу нашему на тот момент было, ну, чуть больше 20, наверное, может быть, 21, около того. Я уже точно сама не вспомню, как там у меня по истории, потому что я вам её рассказывала очень-очень давно, в самом долгом кассе, пожалуй, на моём канале, по-моему, он там полтора часа длится. Вот я создавала Маршала и Гвена и рассказывала вам, что к чему. Эта девушка умерла в 19 лет. Маршалу было чуть больше 20. Сейчас ему, ну, наверное, лет 45-47, я так подозреваю, плюс-минус, да? То есть подумайте вообще, сколько лет назад умерла его родная сестра, сколько лет прошло, сколько лет он её не видел. И вот она здесь. Другой момент. Ведь с тех пор, как умерла Гвен, Маршал просто стал одержим идеей того, чтобы её вернуть обратно, потому что он жить не мог без своей сестры, он не представлял без неё своего существования. И реально, только благодаря Гвен он достиг таких высот в науке, он смог открыть собственную лабораторию с учёными просто самых высоких умственных способностей. И вся учёная элита работает в лаборатории Макинтоши, и по сей день, конечно же, в мире нашей династии Ллойд. Этот человек годами, десятилетиями был одержим идеей того, чтобы воссоздать свою сестру. Он мечтал об этом, он знал, что у него получится. Он познакомился с Джулией, он ввязал её во всё это. Наша Джулия вообще, по сути, оказалась жертвой всей этой ситуации. И я вообще не представляю, если честно, каково нашей Джулии, потому что, да, почта доставлена. Нам там Август благополучно доставил счета. Сейчас посмотрим, сколько мы должны мафии. Вот такое же у меня сейчас удивлённое лицо, как у Гвен, вернее, как у Брук. Наша Джулия просто познакомилась с молодым учёным. Она не знала ни кто он, ни что он. Он заинтересовал её, она влюбилась в него. Это Маршал, это её первая и единственная любовь в жизни. Всё. Больше никого в своей жизни она не любила. И больше никому в своей жизни она не испытывала даже вот подобия тех чувств и того спектра эмоций, которые она испытывает каждый раз, когда видит вот этого вот засранца. Он вынудил её покинуть родной мир. Он убеждал её, что всё будет хорошо. В итоге наша Джулия лишилась всего. В итоге наша Джулия лишилась родного дома. Она лишилась семьи. Она лишилась родного мира, наследства. Она лишилась буквально всего. Как бы там ни было, в этом виноват Маршал. То есть Маршала назвать протагонистом, чисто каким-то плюсовым положительным героем я не могу. Потому что, если так порассуждать, ребята, я даже хотела сделать отдельный ролик вот про этого вот Челадова-Маловека, потому что, по сути, если так подумать, то он чуть не ли является самым главным антагонистом и реально таким самым, пожалуй, самым спорным, так точно, вот самым спорным персонажем из всех, что я когда-либо создавала, из всех, за которых я когда-либо играла и которые когда-либо жили в вселенной моей династии. И Маршал это самый спорный и неоднозначный персонаж, так сказать. Да, смотришь ты на свои ноготочки. Ты сейчас просто не представляешь, что там творится. Буквально, я не знаю, в 500 метрах от тебя там просто вот оно, вот оно, Маршал. Вот оно, твоя воссозданная сестра. Конечно же, она его не вспомнит, ребята. Вот, как бы там ни было, она понятия не имеет, как выглядит Маршал. Единственное, что она знает, единственное, что ей при жизни успел рассказать дедушка нашего Филберта, это то, что есть такой человек, Маршал Макинтош. Это то, что он ей очень близок, что у них очень-очень близкие связи. И этот человек безумно хочет ее увидеть, этот человек безумно хочет ее найти. Так, у нас 828 миллиона, кстати. Нормально так, я считаю. Да, поэтому ничего страшного. Нормально так мафия с нас дерет. Джулия сейчас разговаривает с девушкой, знаете, вот просто представьте себе, да, Маршал ей там... Вот, Джулия, когда еще была подростком, еще будучи подростком, она слушала от него о том, что вот есть такие-то опыты. Маршал ей там что-то рассказывал про свои опыты. Вот, есть такая возможность воссоздать человека. А что если? А что если это? А что если то? А может быть подключить пространственные ворота к клонирующей установке? И что тогда? И может быть возможно действительно воссоздать человека из ДНК? Ну, Джулия это наша слушала, конечно, все с открытым ртом, с восхищением, но вы сами понимаете. Это все она слушала с такой долей скепсиса, естественно, как какой-то научно-фантастический рассказ. А нет, вот оно! Вот оно пришло! Живое, теплое, на ножках. Вполне себе адекватно функционирующее. Очень даже, по-моему, хорошо выглядящая. И очень миленькое, очень миленькое к нам притопало существо. Да, и, конечно же, как я уже сказала ранее, Маршал она не вспомнит. А почему? Потому что это новое тело. Это новый человек. В ней нет никаких воспоминаний. Все, что она помнит, это те годы, которые она прожила здесь, в мире апокалипсиса. То есть, наверное, достаточно долго, учитывая то, что Джулия и Маршал у нас уже здесь на протяжении, наверное, более 20 лет. То, в принципе, и наша Брук... Ладно, может быть, буду привыкать к этому, хотя мне так хочется ее Гвен называть. Наша Брук тоже была здесь примерно это время. И, в принципе, вот эти годы это все, что она знает, все, что она помнит. А единственный для нее близкий и родной человек, это был как раз-таки дедушка нашего Филберта. Это был тот человек, благодаря которому в этом мире настал трындец. И начался апокалипсис, от которого мы с вами сейчас пытаемся избавиться и помочь людям обрести покой и счастливую жизнь, как и в остальных мирах. Но, тем не менее, этот человек пришел к ней, он помог ей адаптироваться, научил ее выживать, научил всему тому, что знал сам, и сказал, что есть такой человек, Маршал Макинтош. Да, пожалуйста, ты его жди, сколько бы ты его ни ждала. Просто вот, вот просто наберись терпения и дождись, потому что он тебе нужен, и ты ему очень нужна. Он тебе обязательно поможет. И вы обязательно должны воссоединиться, потому что, поверь мне, никого роднее друг друга, чем вы есть. У вас нету. И вот оно, вот оно само к нам пришло с книжкой в руках. Клянусь вам, ребята, если бы не эта желтая книжка, я бы даже не обратила на нее внимания. Ну, девушка и девушка, ну как бы... Я привыкла, что тут постоянно кто ходит, в основном одни и те же у нас, да, и тут смотрю, несет желтую книжку. И все, и вот пошло-поехало и понеслось. Буквально, посмотри, я на 2-3 секунды позже, она бы уже скрылась за поворотом, я бы ее ни за что не заметила. Поэтому я считаю, что наша с вами святая обязанность любой ценой просто заманить ее вот сюда, куда-нибудь, давай болтать здесь. Маршал наш тем временем, я хочу, чтобы он познакомился с Августом, да. Вот, и я не знаю, я точно не помню, ребята, можно ли, можно ли, так, она за тобой идет, мне интересно. Опа, у нас тут новая девушка появилась какая-то. Нерри Ди Сантьяго, ничего себе. Так, ты идешь? Меня очень волнует вопрос, ты идешь или нет? Отлично, она идет. О, смотрите, еще, слушайте, ну это точно студенты, да? Да, но почему они все взрослые? Это мафия, кстати, ребята, это мафия, если я не ошибаюсь. Господи, а чья же это мафия? По-моему, это точно Бри Бея, по-моему, это девочка из Бри Бея, вот, с ней нам точно общаться нельзя, вот эта вот буковка М дает нам об этом знать. По-моему, это студенты все, ребята, слушайте, а что вы тут ходите, а? Мне очень интересно. Я, конечно, всегда рада новым симам, но, во-первых, университеты все закрыты, там мафии, там свои охраны, ого-го, сколько, и что это вы все такие довольно счастливые идете куда-то, непонятно. В общем, наша святая обязана сейчас заманить эту девушку сюда, а тем временем у нас маршал уставший и думает, боже мой, где же Джулия, интересно, я закрыл карьеру, надо же ей с ней поделиться. Август, здравствуйте, Август у нас такой, здравствуйте, здравствуйте, это вы есть тот самый маршал, да? Ну что ж, вот, вот ты какой, оказывается, приятно познакомиться, очень-очень приятно наслышан, о вас наслышан. Да, как там счета, Август, расскажите, пожалуйста, мне тоже Джулия про вас рассказывала, говорила, что вы с ней хорошо дружили, носили не счета все это время. О, да, Джулия прекрасная девушка, я надеюсь, у вас все с ней там в порядке, как у вас вообще продвигается. Да, скажи, маршал, все хорошо, как бы все потихонечку, вот, как бы, вот уже второй на подходе, да, и что ты хочешь заключить в объятии, Джулия? Какая милота, Джулия у нас стоит и смотрит, думает, ничего себе, мужик, ты просто офигеешь сейчас, ты сейчас просто офигеешь от того, кого я тебе сейчас приведу. Вот просто ты сейчас на месте, вот тут как-то есть, вот ты сейчас просто и свалишься. Ну, конечно же, так просто сказать о том, что, как бы, здравствуйте, девушка, я ваш родной брат, я вас воссоздал из ДНК, собственно говоря, своей погибшей сестры. Я думаю, что, конечно же, таких вещей маршал не додумается, я ей сказать, я очень сильно на это надеюсь, но я думаю, как-нибудь аккуратненько, аккуратненько он ведет ее в курс дела, и да, в общем-то, по крайней мере, он с ней, он ее увидит, и я просто не представляю, что он сейчас испытает. Какой спектр эмоций, Джулия, скажи, маршал, дорогой, я тут тебя хотела кое с кем познакомить, так, давай, что мы сделаем, что мы сделаем, где этот, вот он, душевный разговор, маршал, дорогой, да-да-да, правильно, правильно, давай, включай в беседу, скажи, о, Август, привет, здравствуй, ты нам счета принес, да, как всегда, принес счета. Маршал у нас даже не оборачивается, говорит, о, и хорошая ж погодка нынче, даже и не палит солнце, вроде как, все отлично, а Гвен у нас такая, стоит и не понимает вообще, что происходит, ну, и где ваш муж, с кем вы хотели меня, собственно говоря, познакомить, да, здравствуйте, 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 молодые люди, меня зовут, меня зовут Брук, Маршал у нас сейчас такое немножко услышит знакомый голос и думает, типа, подождите, не понял, не понял, так, а что такое, персонаж уже уходит, нет, куда, куда ты уходишь, ты никуда не уходишь, ты с ума сошла, я тебе не позволю уйти, ты что, ты что, не-не-не-не, ты никуда не уходишь, во, давай, ну-ка, ну-ка давай с тобой, знаешь, можно как-то осторожно поприветствовать, знаете, вот это было бы очень здорово, ну, давай как-нибудь дружески, например, Маршал, дорогой, привет, ты не представляешь, кого я только что встретила, кто только что сейчас забрел, ты просто упадешь, да ладно тебе, я, кстати, хотела сказать, что я закрыл карьеру, правда, ты стала рыбаком? Ну, конечно, милая, ты что, вам не сомневалась, я теперь знаю, какую рыбу вылавливать и знаю, как ее правильно хранить в нашем затухлом холодильнике, а что это, что это, собственно говоря, там, кто это сзади? Стоп, здравствуйте, да, здравствуйте, Маршал, ну, знаете, так не понял, здравствуйте, вы Маршал, да? Посмотрите на этот кадр, да, я Маршал, здравствуйте, так, стоп, погодите, смотрите, какая она, милашечка, так улыбнулась, говорит, мне говорили, что я должна с вами вроде как познакомиться, что вы мне что-то должны рассказать интересное, Маршал у нас такой, я сейчас, погодите, я сейчас не понял, это что, это что, меня сейчас переклинило, это меня сейчас переклинило, или что, что вообще, что происходит, этого не может быть, этого просто не может быть, Маршал, ну, повернись ты к девушке, Здравствуйте, а вы настоящие? Вы невоображаемые, случайно? Да, вроде бы нет, да, еще раз здравствуйте, меня зовут Брук, и я познакомилась только что с вашей супругой, как я понимаю, и она сказала, что я должна с вами познакомиться, Джулия, ты что, серьезно? Это, это, это не может быть правдой, да ладно, Маршал, успокойся, Маршал, я умоляю тебя, возьми себя в руки, боже мой, это не может быть правдой, Джулия, Джулия, у нас такая грустненькая, отправься на работу, елки-палки, ты что, ты хоть там не опаздываешь, если ты лишишься своей работы, я же просто не переживу, так, все, бегом, бегом, скажи, Джулия, так, вы извините, пожалуйста, мне пора, да, мне, к сожалению, пора на работу, быть того не может, это что сейчас происходит? Нет, нет, этого не может быть, этого просто не может быть, что вы себе все время под нос бормочите? Я ничего не понимаю, может мне кто-нибудь объяснить, что происходит или нет? Ой, мама родная, так, давай какую-нибудь забавную историю ей, например, расскажем, не знаю, получится у тебя это или нет, милая девушка, да, Джулия, спасибо тебе, Джулия, ты просто огонь, Джулия, ты просто огонь, удачи тебе на работе, да, я полностью, маршал, с вами согласен, жена у вас действительно замечательная, ну, вы тут сами решайте, а я пошла на работу, сказала наша Джулия, и все, и умотала с пузом, милая девушка, подскажите, пожалуйста, как вы добрались в этот мир, как вы сюда попали, может быть, что-то вы помните странное, что-то необычное, может быть, помните каких-то людей или животных, даже не знаю, вы хоть что-нибудь помните, а почему вы, собственно говоря, спрашиваете, такие странные вопросы задаете, но, знаете, попал сюда действительно странно, честно говоря, я вообще не помню, как я попала сюда, но я, мне очень помог один старичок, он, к сожалению, уже умер очень много лет назад, и он тоже мне про вас рассказывал и говорил, что я обязана вас дождаться и с вами познакомиться, но я не знаю, совсем не понимаю, в чем суть, но если надо, то, конечно, я согласна, а вы что-то обо мне знаете, почему вы задаете такие вопросы? Я? Знаю ли я? О, вы даже не представляете, сколько всего я вас знаю, вы просто не представляете, насколько мы близкие родственники с вами, вы даже не представляете, насколько мы с вами близки на самом-то деле, правда, но вот мне почему-то все так говорят, а я толком и, знаете, и даже понять не могу, а почему, почему все мне так говорят, и кем вы мне приходитесь, может быть, все-таки вы объясните, что происходит? Знаете, я могу сказать вам только одно, кстати, да, как вас зовут? Меня Брук зовут, а вас Маршал, я это уже запомнила, мне это уже 50 раз сказали, милая Брук, да, Брук, я должен, я должен вам сказать, что для того, чтобы разобраться во всей этой истории, нужно столько, столько грязного белья перекопать, нужно во столько всем разобраться, и мне столько нужно вам рассказать, ну, в общем, это даже, знаете, это может быть своего рода как шуткой, но поверите ли вы в том, что я ваш брат? Брат? Не поняла? В смысле, брат? Какой это еще брат? Ну, как это вам объяснить? Как это вам объяснить? Ну, вот такой родной брат... Какой брат? Я не знаю никакого брата, как такое может быть, неужели я бы своего брата не вспомнила? О, черт, что же делать, что же делать? Вы знаете, это все так странно, что вы все говорите, и, если честно, меня это немножко пугает, почему вы все делаете вид, что, знаете, чего-то, чего не знаю я, хотя я же сколько живу, неужели я бы не вспомнила, что у меня есть родной брат? Ну, подумайте сами, ну, это же не суразица какая-то, маршал? Вы, конечно, извините, я вас обидеть не хочу, но как-то это не совсем правдоподобно, мне кажется. Так, давай спросим о карьере, почему бы нет, узнаем получше. Ой, похвалим на ряд. Ой, не-не-не, нам хвалить на ряд нельзя, точно-точно, я вспомнила. Это запрещено правилами. Про теплую погоду давай поговорим. Ну, вам не кажется самим, что это как-то не очень правдоподобно звучит? В любом случае, если что, мне сказали в любом случае с вами связаться, поэтому, да, давайте просто оставим друг другу контакт, и я, если что, зайду, а сама у нас Брук, наверное, думает, надо отсюда валить, как-то все очень странно. Вы только не пугайтесь меня, не подумайте, я действительно не хотела вас напугать. Но, вы понимаете, такая бывает ситуация, что... Бывают такие ситуации, когда вы маму родную не можете узнать, знаете, тем более спустя столько лет мы с вами столько не виделись. Ну, и сколько же мы с вами не виделись? Маршал у нас говорит. Да, на самом-то деле, вы даже не представляете, сколько лет назад мы виделись в последний раз, и вы даже не представляете, сколько нам вместе пришлось пережить. Ах, хотел бы я вас пригласить на чашечку кофе куда-нибудь. О, кофе, да, вы знаете, мне кажется, это было бы хорошо. Жаль, что это в нашем мире невозможно. Но мне кажется, это было бы весьма приятное занятие. А знаете что, Маршал, несмотря на то, что я не склонна вам доверять, скажу откровенно, но вы мне нравитесь. Вы мне нравитесь, и почему-то у меня к вам хорошее отношение, и хочется вам доверять. Но, извините, пожалуйста, поверить в то, что у меня есть родной брат, это как-то странно. Я как-то в это пока что поверить не могу. Маршал у нас сейчас скажет, а вам не кажется? А смотрите, Август, он просто не отлипает, он забыл про всё, забыл про работу, про всё. Август, тебе нравится, Брук? Скажи честно, тебе нравится? Мне кажется, Август просто в восторге. Слушайте, ребят, я вообще не помню, можно ли в апокалипсисе применять такое действие, как вот это вот спросить, похвалить. Должно быть там действие закадрить, но, по-моему, для этого нужны хорошие отношения. Или, может быть, мы через КЦ как-то это можем сделать. Я, честно, не могу сейчас припомнить, как с этим всем дела обстоят в апокалипсисе. Просто забыла обо всём, и даже не знаю, как вообще мне это всё сейчас пережить, как со всем этим справиться. Так, ребёнок у нас отсыпается, Джулия у нас на работе. Ну, пускай нормально работает, упорно ей уже работать не надо. Да, я понимаю, поделись кондиозными идеями. Скажи, Маршал, я прекрасно понимаю, что вы, наверное, думаете, что это какой-то бред, но вы не находите, что мы с вами похожи. Ну, вот просто так, чисто прикиньте. Вот посмотрите на меня, вам не кажется, что мы похожи? Ну, знаете, может быть, может быть, что-то в этом и есть, конечно. Действительно, голубые глаза, и цвет волос у нас одинаковый, и форма носа. Ну вот, Август, скажи, Август, ты видишь между нами сходство? Как ты думаешь, можем мы быть родным братом и сестрой? Боже мой, ну это же просто абсурд какой-то. Это же просто как-то даже смешно. А что? Мне кажется, вполне себе вы смахиваете на брата с сестрой. Я вас однозначно вижу общие черты и эти губы. Да, я могу сказать, что, в принципе, я бы поверил в такой исход событий. Но все равно, это так странно, мистер Макинтош, не знаю даже, что вам ответить на это все. Маршал, только не падай, только не падай сейчас, пожалуйста, я тебя прошу. Да, ну вот видишь, ну вот видишь, Август тоже считает, что мы с тобой похожи. Да и вообще, мы же так хорошо дружили, неужели ты совсем ничего не помнишь? Мы были очень близки с тобой. Вы знаете, ну, к сожалению, к сожалению, я совсем вас не помню, совсем ничего не помню. Но отрицать тот факт, что вы мне очень симпатичны, и что я в вас чувствую что-то близкое, что-то, ну, предположим, даже родственное, да? Хотя, возможно, это уже какая-то доля самовнушения, даже и не знаю. Ну, ладно, признаюсь, я к вам что-то чувствую. Хотя это очень странно. И, ну, правда, ну как может такое случиться? Я же не совсем уже контуженная, чтобы родного брата не вспомнить. Ну, как так? Ну, знаете, тем не менее, всякое в жизни бывает, и наука такая опасная вещь, вы знаете. Может быть, вы никогда не замечали, что у вас есть какие-то предрасположенности к науке, или еще к чему-то такому. Ну, вообще, я люблю пораскинуть мозгами это, да. А откуда вы знаете? Да потому что я знаю. Да потому что я тебя знаю, как облупленная женщина, думает у нас, маршал. Да потому что я знаю, потому что, я не знаю, сможешь ты мне поверить или нет, но я тоже когда-то занимался наукой, и ты занималась наукой. Мы занимались все вместе этим. Это было наше семейное дело, и, боже мой, я знаю, как же это бредово звучит. И, о, боже мой, как же я хотел бы тебе все объяснить, как бы я хотел тебя просто обнять, но я не могу этого сделать. Ну, пожалуй, да, знаете, пожалуй, обниматься пока что и не стоит, я думаю. Я думаю, что пока что нам рановато с вами обниматься, мне нужно это все обмозговать очень хорошенько. Странные вещи вы, конечно, все вот эти вот говорите. С тобой так интересно, мне очень нравится проводить с тобой время, надеюсь, и тебе со мной тоже. Вот, уже даже чувство вызвано у маршала по отношению к Гвену еще бы. Точнее, моя родная сестра, елки-то-палки. Я честно, я не знаю, как тебе это доказать. Да и я не знаю, как уж тут докажешь. Ну, внешнее сходство, ну да, допустим, то, что вы знаете обо мне кое-какую информацию, ну, тоже, допустим. Хотя, откуда я знаю, может быть, вы просто работаете где-то в той самой лаборатории Стрэнджервилля или еще где-то. Я же не могу этого знать, верно? А там, говорят, досье есть у каждого сотрудника на любого человека, поэтому да. Мне очень трудно сказать. А можно к вам в гости пройти? Да, конечно, проходи, елки-палки. Слушай, это правда твоя сестра, что ли? Что это сейчас вообще только что произошло? Что только что я наблюдал? Да, да, Август, понимаете, это действительно моя сестра. Боже мой, это все так сложно. У меня просто голова раскалывается. Куда? Август, что ты делаешь? Август, что ты делаешь? Прекрати немедленно. Боже мой, зайчик, неужели у тебя настолько все плохо с финансами? Неужели почтальонам настолько плохо платят? Елки-палки. Ну, а я бы на самом деле... Вот если бы я ее был братом... Нет. С другой стороны, я бы не хотел быть ее братом. Потому что я бы даже хотела с ней познакомиться поближе. Возможно, даже пригласить куда-нибудь. Потому что девушка, она потрясающая. Просто, просто потрясающая. И вдохновила меня только что на что-то грандиозное. А где наша потрясающая девушка? Книжки читает. Ну, конечно. Ну, что еще может делать Гвен-Брук? Что еще она может делать? Ну, конечно, она только читает книжки. Да, так вот, по поводу науки. Вы же сами сказали, вы не можете отрицать, что вы занимаетесь наукой. Вернее, вам это нравится. Ну да, эта сфера меня действительно привлекает. А что? Вы правда помните, что было со мной в прошлом? И мы правда, что ли, вместе работали? Ну да, конечно. Поверьте мне. Поверь мне. Я не стала бы врать ни в коем случае. Ты не представляешь, как сложно мне было. И как я скучала по тебе. И какой путь мне пришлось проделать. Офигеть! Слушайте. Том и Август не могли никак даже выцепить вместе с Джулией. Он сразу же убегал. Говорил, все, мне пора. Мне пора на работу. Все, даже не это. Ничего не могу себе позволить. А тут он просто берет, плюет на все и остается. И даже заходит к нам в гости. Нет, ребята, вы представляете? Ну, это точно. Ему точно понравилась наша Гвен. Ему точно очень интересна вся эта ситуация. Он уж с таким удовольствием слушает. Такой, так, ну-ка, ну-ка, что же дальше здесь будет? Ну да, как я и сказала ранее, мы работали вместе. Ну, совсем ничего не помнишь, что ли. И, блин, что же делать? Ну, нет, к сожалению, я не помню. Но знаешь, можно на ты, да? Да, конечно, можно. Да, конечно, можно. Не обращайся ко мне на вы, пожалуйста. Ну, ладно, хорошо. Знаешь, я не знаю почему. Честное слово, не знаю. Но я склонна тебе верить. Вот мне почему-то кажется, что ты говоришь правду. И жена твоя, она очень милая девушка. И, знаешь, тоже поспособствовала тому, что я могу тебе довериться. Поэтому, знаешь, послушаю-ка я тебе, пожалуй. Вот, тем более мне всегда было так интересно, что случилось со мной до того, как я очнулась в том месте, которое теперь является моим домом. Что я, пожалуй, послушаю тебя. Да, да, да. Слушай, ну, выглядишь ты, конечно, шикарно. Как и тогда. Да, 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 шикарно выглядит девушка. Вот, честное слово говорю. Я просто обомлел. Увидел вас, девушка, и обомлел. Ой, ну да ладно, вам тоже скажете. А, я не могу, как я хочу их закатрить, ёлки-палки. Брук, а ты когда-нибудь думала о том, что, возможно, межпространственное перемещение по вселенным? Ого! Ничего себе, вот это ты загнул. Ну, ну, на самом деле, да, честно скажу, такие идеи мне приходили в голову. А что, если я тебе скажу, что вот эта штучка, вот эта запчасть, которую я держу у себя в руках, это часть той установки, которую я назвала межпространственные врата, и которую я сделал сам, и благодаря которой ты оказалась здесь, собственно, и я тоже. Серьёзно, что ли? Вот, а где тогда сами эти врата? Ну, это, конечно, звучит интересно. Мне нравится, что ты мне рассказываешь. Такие вещи меня действительно интересуют. Ну, а где тогда сами врата? Как, что скажешь, братец? Знаете, она так немножко в шутку с ним так обращается. Она ещё, конечно, не верит до конца в то, что это её родный брат. Но что-то, что-то там уже однозначно ёкнуло. Лёд тронулся, господа. Мне интересно, когда маршал в обморок упадёт. Почему-то он не падает. Я заметила, кстати, что у меня почему-то персонажи, особенно если они приходят вот в таком состоянии после работы, то они почему-то у меня не падают в обмороке. То есть там даже может идти таймер, то есть там, допустим, там столько-то секунд до потери сознания, и проходит это время, и снова мы для это изнеможение. И в итоге они сознание не теряют. Вот мне очень интересно, у одной меня ли так. У меня такое происходит и везде, и в династии, и здесь, в апокалипсисе тоже. Вот, поэтому напишите, как у вас с этим делом. Мне очень интересно. Может быть, у меня просто что-то глючит, но в данном случае, знаете, это очень даже на руку. И Гвен у нас, вернее, Брук, Гвен Брук, я буду это так-то так называть, она у нас так смотрит, и, знаете, она действительно видит, что она похожа на Маршала, действительно, что у них сходство даже, скажем так, феноменальное. То есть, ну, блин, ёлки-палки, это брат и сестра. То есть они действительно даже, ну, вы сами видите, что у них и профили фактически одинаковые, только у Маршала, тут чуть-чуть горбинка, ну, чуть больше горбинка, у них чуть меньше. Разрез глаз у них одинаковый, цвет глаз, ну, у Маршала он такой более серо-голубой, а у Гвен он такой бирюзовый. Цвет волос одинаковый, овало лица, то есть она прекрасно видит, что этот молодой человек действительно на неё похож, очень сильно на неё похож, этого она отрицать не может. Но она учёный, она по натуре скептик, то есть ей, для того, чтобы во что-то поверить, ей нужно это сначала доказать. И она такой человек, что доказать ей что-то, это очень-очень сложно, довольно-таки сложно. Единственное, пожалуй, благодаря чему она так доверяется Маршалу, во-первых, этому очень сильно поспособствовала дедушка Филберта, потому что он говорил ей про Маршала, поэтому она уже, знаете, изначально так к нему дружелюбно и тепло настроена, потому что она знала, что такого человека она обязана найти, и что он ей не абы кто, что он ей не кто-то там, а очень даже близкий человек. И что-то вот ёкает на него, знаете, вот что-то изнутри ёкает, что-то колокочет, то есть он действительно понимает, что что-то в этом есть. Но до конца поверить в то, что это действительно перед ней её родной брат, ну, я думаю, вы сами понимаете, что это очень тяжело, очень тяжело. Ну, давайте ещё душевно поговорим. Ну, хорошо, хорошо, братец, расскажи мне, да, так где, говоришь, твои пространственные врата? Дождём намочило? Заклинило или что? Ой, ты сейчас на больное надавила. Ой, ты сейчас на больное надавила. Дорогая моя, Маршалу сейчас скажет, Нет, дело в том, что вообще, честно сказать, я удивлён, как мы вообще, как мы с Джулией не сдохли, пока отправлялись через эти врата, и вообще, как они сработали, это просто мистика какая-то. Но они канули в вечность, я не знаю, где они. Я абсолютно без понятия. Они должны были появиться в одних координатах, там их нет, значит, они где-то в совершенно других координатах. И как итог, их нет. Их нет? Их нет! Совершенно верно. То есть ты создал суперкрутое изобретение, которое могло изменить вообще просто всё представление о науке, могло изменить в целом и человечество, и могло полностью поменять наши возможности, но ты его потерял. Верно, я тебя понимаю? Да, верно. То есть ты создал величайшее изобретение человечества и профукал его. Да, сестрица? Именно так и было. Именно поэтому, именно поэтому, когда мы с тобой были помоложе, ты меня очень сильно контролировала, и тогда мне казалось, что ты меня вот-вот прикончишь, потому что, честно тебе скажу, я всегда был таким немножечко... Немножечко раздолбаем, немножечко нет мира сего. И да, я действительно... Я действительно такой человек, что я мог потерять возможно величайшее изобретение человечества. Слушай, ну это забавно, конечно, что ты мне сейчас рассказал. Просто поверить в это не могу. Ну почему-то я в это верю, черт возьми. Почему я в это верю? Август, вы не подскажете случайно, почему я верю этому оборванцу? Почему это я оборванец? Я вообще-то элитный рыбак. Ну да, ну да, хорошо. Контрабандой не занимаешься ли ты случайно? А то видала я таких рыбаков уже на своем веку. Ни в коем случае. Между прочим, между прочим, дорогая моя, я тебе могу рассказать, какую рыбу можно есть и как ее правильно хранить. А, даже так? Ну хорошо, хорошо. Между этими двоими сарказма больше, чем перед кем-либо, скажу вам честно, ребята, потому что они всегда были такими. Она всегда его подтрунивала, она всегда над ним подшучивала, она всегда его так немножечко подстебывала. Вот в этом вся она. Она его любила до безумия, как и он ее, собственно. Они просто были неразливы, да, всегда, и они друг для друга были смыслом жизни. Вот буквально. Это настолько родственные души, это настолько близкие друг к другу люди, что вы даже представить себе не можете. И они всегда вот так вот общались, на таком юморке, на подстебывании, и таком, знаете, на подтрунивании. Особенно Гвен. Как она троллила маршала, это одному богу известно. Август у нас кайфует. Август наблюдает за всей ситуацией, и он просто кайфует от того, что происходит. И говорит у нас, милая девушка, не переживайте, я знаю всех рыбных контрабандистов в этом мире, и не переживайте, ваш братец к этому не относится. Да? Ну хорошо, спасибо, что сказали. А вы, кстати, мне случайно братом не приходитесь? Это такой приятный молодой человек. Жалко было бы, если бы вы мне тоже братом оказались. Да нет, я вам братом не прихожусь. И посмотрите, просто с какой теплотой, вот сейчас во взгляде, наша Гвен смотрит на маршала. Мне кажется, ребят, уже на процентов 70-80 она поверила. Вы скажете, что так быстро? Ну, возможно, быстро. Но знаете, всем с вами летит, конечно. Не так, как у нас. Конечно, оно более искажено. Поэтому почему бы и нет. Ну и ёкает на него. Она прекрасно сама всё видит. Она видит это сходство, просто нечеловеческое какое-то. и вот просто ёкает на него. Вот просто, знаете, хочется ей, вот даже хочется как-то подтрунить, подшутить, хочется пнуть его в плечо кулачком, да, что-то такое сделать, какой-то, выйти на какой-то тактильный контакт, в общем-то. Ну, значит, ты мой братец, да? Ну, хорошо, допустим, считай, что я тебе поверила. Может быть, может быть, в этом и правда что-то есть. А что было, что было до того, как я попала сюда? Что случилось? Как я вообще здесь ощутилась? Ты про какие-то в роту говорил? Ты не понимаешь. Я даже не знаю, как тебе сказать, но... В общем, так случайно получилось. Как это случайно? Что это у нас? То есть ты хочешь сказать, что мы с тобой суперкрутые учёные, у нас что-то вышло случайно и не по плану. Да, представляешь, такое может быть. Ну, не знаю, как у тебя, у тебя и может быть. А вот у меня точно никаких случайностей быть не может. Ну, послушай, я тебе не вру. Я честное слово говорю. Ладно, хорошо, я сам виноват. Признаю, я облажался. Я просто полный болван. И это из-за меня всё произошло. Солнце моё, ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Давай, пожалуйста, не будем заморачиваться о прошлом. Всё, что я могу тебе сказать, просто неудачные опыты. Вот веришь ты мне или нет? Ты сказала, что ты мне поверила? Ну, может быть, и поверила, а может быть, и нет, кто знает. Да поверила, поверила. Я же по глазам вижу, что ты мне поверила. Ну, так вот. Если ты мне поверила, что я твой брат, если ты поверила в то, что я тебе рассказала, так вот поверь мне, у нас с тобой был эксперимент. Создали мы эти ворота. Ты же сказал, что ты сам их создал. Ну, конечно, да. Но ты была моей ассистенткой. Да ладно, таки ассистенткой? Конечно, что ты мне тут заливаешь. Ну, ладно, ладно. Ты была чуть больше, чем ассистенткой. Ты ещё помогала мне калибровать их. Ну, ладно, допустим. Хорошо. И что дальше? И мы с тобой просто... Мы с тобой просто хотели провести какой-то опыт. Боже мой, как же я рад тебя видеть. Извини, пожалуйста. Но я так рад тебя видеть. Ты просто не представляешь. Слушайте, так это всё интересно, конечно. Мне вот правда любопытно. Про какие-то врата вы тут рассказываете. и мистер Макинтош. А как это вы сюда попали? Мне Джулия ничего такого не рассказывала. Джулия не рассказывала. Ну, на самом деле, да здесь ничего такого нету. Ну, да ладно тебе, расскажи. Ну, что ты уже? Ну, свои же люди. Ну, а для Маршала Август на самом-то деле не очень не свой. Он его всего лишь пару раз в жизни видел. То есть, как бы, просто почтальон, да. Тут ещё что-то как-то смотрит на его сестру двусмысленно, да, которую он только что обрёл буквально. Я думаю, Маршал, конечно, немножечко может проревновать. Ну, давай, бери себя в руки и успокаивайся. В общем, были у нас с тобой опыты, как я уже сказала, с этими вратами. Угу, угу. И дай угадаю. Ты облажался? Да, хорошо. Я облажался. Я так и знала. Я так и знала, что это ты во всем виноват, потому что у меня ничего не могло пойти не по плану. Хорошо, да. Я действительно облажался, и получилось так, что эти врата просто... Просто я их заглючила, понимаешь? И в итоге мы с тобой хотели попасть в один мир, а попали в совершенно другой. В мир с полным транзицом. Да. Именно так. Так, да. И тебя забросило в одну половину. Меня забросило в совершенно другой город. И, боже мой, я уже думал всё. Я уже думал, что я тебя потерял и не смогу найти. Но, ёлки-палки, как же я рад. Как же я рад, что ты пришла, что Джулия привела тебя ко мне. Ну да, да, действительно. Я тоже почти мимо вашей халупы прошла, а тут подходит ко мне девушка, да ещё и с таким пузелем огромным. Твоё, что ли? Ну, конечно, моё. А чё ещё? Ой, ну, конечно, твоё, Маршалл. Не бойся. Даже никаких сомнений в этом нету. Так, отлично. У нас уже Гвен всё. У нас уже освоилась, так значит, да. Уже и присела рядом с Августом. Август у нас думает, я, конечно, хочу спать, но побыть рядом с такой девушкой и я возможности не упущу. Ой, я даже это заскринить хочу. И Гвен у нас тоже на Август окосится, думает, ну, такой интересный мужчина, что-то всё смотрит на меня. Интересно, что это он всё так смотрит? Мне кажется, что неплохой, неплохой в себе молодой человек. Можно было бы познакомиться с ним поближе, как-нибудь встретиться. Как-то я раньше не замечала, что такой интересный мужчина щита разносит. Надо будет присмотреться к нему получше. Ну, допустим, допустим, братец, допустим, я тебе и поверила. И что ты предлагаешь с этим делать дальше? Маршал, что ты предлагаешь с этим делать дальше? Я предлагаю вам немножечко экономить на воде, потому что мафия просто сошла с ума. Вылезает у нас Август и говорит, что щита просто неимоверные. Неимоверные. Вам пришли аж почти на 700 миллионов. Вы представляете? И это же ещё без дани. А ещё же дань платить. Какой сегодня странный день. Чертовски странный день. Но как же он мне нравится. Такой приятный. Боже мой, неужели я действительно встретила своего родного брата? В это просто невозможно поверить. Да, Маршал ей, в общем-то говоря, рассказал ту версию, в которой, как вы уже слышали, они просто вместе проводили, значит, опыты какие-то, и по вине Маршала что-то пошло не так. Ну, по большей части это, в принципе, и правда. Поэтому, как бы, почему бы и нет. Дорогая, я... У меня просто тысяча эмоций, и я не знаю, что тебе сказать. Единственное, что я могу сейчас из себя выдавить, это то, что мы нашлись, и мой дом для тебя всегда открыт, и для вас, Август, тоже мой дом всегда открыт, если что. Боже мой, смотрите! Ощущение близости! Ааа, когда Маршал находится рядом с персонажем, с которым у него связаны приятные воспоминания, ощущение близости возвращается. Надёжная связь, общение. Ёлки-палки! Маршал, смотрите, аж полегчало. Аж закрылись вот эти все его противные мудлеты от того, что он у нас общается с сестрой. Посмотрите, как... Посмотрите, как мужику-то полегчало, а! И тебя, моя сестрица, я тебя безумно всегда рад видеть. Пожалуйста, приходи ко мне. Вот у нас есть, кстати, шахматы. Ну да, шахматы у меня дома нету. Может быть, может быть, и буду заходить к тебе иногда поиграть, братец, да. Ну, я думаю, полностью она это осознает, конечно, всё, когда уже придёт домой, когда она, скажем так, с этой мыслью переспит, потому что сейчас она пока что так ещё до сих пор. Так, знаете, в шутейку к этому относится. Вот. Маршал, посмотрите, какой счастливый, доволен, улыбка до ушей. И Август счастлив. И все счастливы, ребята. А вы счастливы? Я лично очень. Я, когда садилась снимать, я даже подумать не могла, что у нас может выйти. Вот это вот. Но вот оно, вот оно вышло. И это просто шок-контент какой-то. Скажи, Маршал, а можно я тебя обниму, пожалуйста? Ты не поверишь, но я об этом мечтал больше 20 лет. Серьёзно, что ли? Да, пожалуйста. Ну, ладно, давай с тобой обнимемся. Я как бы... Я как бы и не против. Е-е-е-е-ей! Ребята, братские обнимашки! Ну что, братец, а ты прикольный, тёплый, подкачался, я так смотрю. Нормальный так, повезло Джулии с тобой. Ой, это скорее ему повезло с Джулией. Это скорее ему с Джулией повезло, чем Джулией с Маршалом, я вам так скажу. Боже мой, смотрите, какая милота Август. Ну всё это смотрит, думает. Эх, воссоединение семьи. А у меня вот своей семьи нету, к сожалению. Ничего страшного, Август. Даже если это нарушение правил, честно, я готова даже штрафа 10 тысяч заплатить. Лишь бы свести вот этих двоих, потому что как они мне нравятся. Как они мне оба нравятся, я так хочу, чтобы они были счастливы. Да, пожалуйста, пожалуйста, я не против, я почему-то, почему-то я не против с тобой обняться. Мне это довольно-таки приятно. Давай ещё какую-нибудь занимательную историю расскажем. Так, доча. Доча у нас отлично себя чувствует, отсыпается, поэтому всё супер. Да, Маршал, расскажи. Ну, ты, правда, совсем ничего не помнишь. Ничего не помню. Август у нас решил ретироваться, думает. Ладно. Полетел я ракеты и относить щита, потому что будет мне тата от мафии. А какая всё-таки девушка красивая. Какая красивая девушка. Если б я только мог как-нибудь с ней поближе поговорить. Ничего страшного, Август, я тебе всё устрою, обещаю. Слушай, а ты помнишь про нападение динозавров? Да каких ещё динозавров? Ну ладно, не динозавров. Про нападение медведей из Гранит Фоллс. Помнишь? И как мы с тобой его останавливали с помощью огромной пушки. И роботов. Да, обязательно, точно. Там ещё были роботы. Мы с тобой забыли роботов и с помощью их останавливали медведей. Да что ты несёшь? Если думаешь, что смог у меня провести с тем, что ты мой брат, то с этим ты точно не сможешь. Ну ладно, ладно. Это я шучу, конечно. Это я шуткую. Уже не обращай внимания. Уже всякий бред несу. Но я так и поняла, так и поняла. Ну, вообще, расскажи, как у тебя тут жизнь сложилась? Познакомилась с кем или нет? Да вот, я же говорю тебе. Рассказывал мне про тебя только единственный человек, которого я до сих пор знала. Вроде как у него были какие-то сверхспособности. Я так и не поняла, если честно. Но он очень стал мне близок. Он научил меня всему тому, что я умею сейчас. Поэтому, конечно, я ему благодарна. Ну а так, нет, знаешь, в одиночестве. Вот сейчас пыталась в университет поступить. Да, на самом деле, знаешь, я даже не знаю, куда эти все года делись. Как-то странно все прошло. Довольно-таки спокойно. Ни семьи, ничего нету. А у тебя? А у меня? Ну ты уже видела, Джоли. Ты уже видела ее. Мою сладенькую. Ну, конечно, да, видела. Действительно. Действительно. Скажу тебе по секрету. Братец, хороша. Губа у тебя не дура. Да, это точно. Хорошая девушка. Ну а что, семья? Как есть дети? Или это ваш первый ребенок? Да нет. Нет, далеко не первый. Вот уже вторым Джулия беременна. Дочка спит сверху. Как бы, да, поэтому, если что... Если что, у тебя есть племянница. А, племяшка, это так мило, приятно. А как думаешь, кто второй родится? Есть какие-то мысли? О, ну даже не знаю. А, если честно, я такими вещами как бы не умею заниматься. Мне что-то подсказывает, что это будет пацан. Вот не знаю, почему. Но я ставлю на пацана. Если это будет пацан, пускай его будут звать Ричард. Договорились? Ричард, Ричард, ну ладно, хорошо. Нравится тебе это имя? Ну да, нравится. Ну окей, тогда я все. Я уже все, что можно было, пропустила. Везде, где только можно было, опоздала. Поэтому дай хотя бы до комендантского часа мне домой добраться. А то живу я не в этом городе, очень далеко. Ну окей, договорились. Да, я тебя обниму на прощание, сестря. Ого, господи, как я рад. Я до сих пор не могу поверить, что это ты, что я могу тебя обнимать. Что вообще это все настоящее, это все взаправду. Да ладно тебе, ну да, это же я, как бы, чего ж ты так? Я ж никуда не девалась, я всегда была. Вот она я. Ну ладно, ладно, все, понял, отпускаю тебя. Ну окей, хорошо. И ты обещал, если же сын, будет Ричард, окей? Почему Ричард, ребята? Возможно, кто-то из вас помнит, что именно так звали дедушку Филберта. Именно так звали того человека, которому обратился маршал за помощью. И именно так звали того человека, который приглядывал за нашей Гвен, который помог ей адаптироваться в этом мире и рассказал ей про маршала. Он был по-настоящему для нее близок, он был для нее как наставником, поэтому это имя, это первое, что пришло ей в голову. И действительно она бы хотела, чтобы этот человек был увековечен, поэтому она и предложила это имя. Ричард. Так, друзья, мы с вами только что заплатили счета, 860 с чем-то. Вот, и я сейчас попробую в свою очередь найти, сколько же мы должны за наши штрафы, которых я успела нахватать в самых первых сериях, на вообще на таких глупых вещах на самом-то деле. И мы с вами должны 7699. Я предлагаю сейчас... Я так полагаю, что можно так сделать, если мы сейчас вместе с вами вычтем все эти деньги, а все, что останется, мы отдадим мафии. Можно же так? Скажите, что можно. Давайте с вами так и сделаем. Так, давайте только я переключу язык. Манией у нас получается 2201 симолеон. Ну-ка. Да, все, ребята, я вас поздравляю этим самым действием. Мы с вами полностью расстались со штрафами. Да. Вот так вот резко и неожиданно. И теперь, конечно, мы должны ввести еще один код. Вот, хотя... Нет, 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 сейчас мы его не будем вводить. Знаете, почему? Хотя... Хотя нет, введем, потому что рыбку мы же бесплатно ловим. Как бы, поэтому да. Поэтому можно сейчас дань мафии выплатить. 2201 она составляет на этой недельке. Опа, все. Вот, я вас поздравляю. Мы с вами полностью рассчитались за наши нарушения. Меня это очень радует. Надеюсь, что вас тоже. И, ребята, я думаю, что на эту серию уже приключений вполне достаточно. Она у нас вышла чисто такая посвященная Гвен и Маршаллу. Вернее, посвященная Брук и Маршаллу. Мне кажется, все-таки надо как-то привыкать к ее этому новому имени, что ли. Даже не знаю. Но для меня это, наверное, всегда останется Гвен, потому что изначально я ее и создавала как Гвен. В общем-то, да, эта серия была посвящена воссоединению брата и сестры спустя очень большое количество лет. Наша Джулия тут просто в шоке пребывает. Пришла с работы. Да, у нас впереди с вами ждет много интересного, потому что у нас настал третий триместр. И рождение ребенка будет неизвестно когда. Я так полагаю, что, возможно, даже сегодня ночью. Поэтому, да, я думаю, что на эту серию уже приключений вполне достаточно. А пока что я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за внимание. Спасибо за то, что уделили мне время. Всем до новых встреч. Всем пока.